Приветствуем зрителей нашего видеоканала! В этом видеоролике мы расскажем про виды садовых беседок, материал изготовления и функциональность на вашей даче. Создать уютный уголок в саду для комфортного отдыха невозможно без самой распространенной малоархитектурной формы – садовой беседки. Именно в ней можно найти защиту от палящих лучей солнца или ветра, провести вечер в компании друзей или отдохнуть в уединении за чашечкой чая. Легкая, порой оригинальная постройка способна украсить садовый участок, придать ему определенный стиль. Какие же бывают садовые беседки? Они могут отличаться по форме и конструкции. Рассмотрим основные виды. Открытые беседки. Конструкция представляет собой опоры, на которых держатся кровли. Полное или частичное отсутствие стенок создает свободное пространство, продуваемое легким ветерком. Существенным недостатком является то, что ей нельзя воспользоваться во время дождя и в холодную пору года. Закрытые беседки. Данный вид напоминает садовый домик и имеет полноценные стены, окна и двери. Такое строение защищает от ветра, солнца и от сильного дождя. А если предусмотреть внутри обогреватель или камин, то можно пользоваться беседкой даже морозной зимой. Беседки барбекю. Стационарное строение оборудовано печью. Необходимо тем, кто не представляет свой отдых на природе без жареного мяса. Живые беседки. Оригинальный элемент ландшафтного дизайна, представляющий из себя каркас полностью увитым растениями. Он обеспечит комфортный отдых и непременно привлечет внимание гостей. Беседки-навесы. Самый простой и недорогой вид, представляющий собой сборную конструкцию из соединенных специальным образом трубок, покрытые натяжным тентом, напоминающие шатер. Ее можно легко собрать и разобрать, установить в другом месте. Выбираем материал для беседки. Беседки различаются не только формами, но и материалами, из которых они изготовлены. Остановимся на особенности некоторых из них. Деревянные беседки пользуются наибольшей популярностью, благодаря своей простоте и комфорту. Они легко собираются на любом фундаменте или без него, и бывают стационарные. К ним можно отнести конструкции из гуссов и бревна, а также разборные, которые легко перемещать по участкам и хранить в сухом, защищенном месте зимой. Особенно это актуально для открытых строений. Беседки из кирпича. Более прочный, капитальный вариант, который требует монолитного или ленточного фундамента. Они строятся дольше, но обладают большей надежностью и функциональностью. Беседки из поликарбоната. Легкая конструкция, которая предполагает практически любой тип фундамента и вид каркаса. Основным преимуществом такой постройки является то, что ее можно соорудить из любого подручного материала. Беседки из металла. Собрать металлическую конструкцию не составит труда, а устанавливается она на любой фундамент. В зависимости от оборудования она может быть летней или всесезонной. И, наконец, кованые беседки. Легкие, ажурные строения отличаются особенно декоративностью. Но стоит понимать, что это летнее строение и для его использования в холодный период потребуется полная его перестройка и применение других материалов. Выбираем место для садовой беседки. При выборе оптимального места на участке для расположения беседки очень важно определиться с ее размерами, формой и с целью ее использования. Так, например, если это сооружение для приготовления мяса, семейных чаебитий или встреч с друзьями, располагать ее возможно в непосредственной близости от дома, на открытом месте и с хорошо продуманным подходом. Если же это место предполагается для тихого уединенного отдыха, то устраивать его можно в удаленном месте садового участка.